Однажды признёс, «Деточка, все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь». Может быть вы не согласитесь с этим определением великого поэта, а я соглашусь, потому что признаюсь, я родился в год лошади. И иногда чувствую, все эти признаки, иногда я чувствую, и даже когда хвостом помахивала мне жеребёнок, пришла весёлая, стала стоила, и всё ей казалось, она жеребёнок. И стоила жить, и работать стоила, скажу прямо, с жеребёнком я себя давно уже не чувствую, но, говоря о стоиле, я думаю, вот это стоило, Нермонтовское стоило, на которое я вышел много лет назад, вот это было одно стоило, которое и встречается с вами. И жить хочется, и работать хочется, и сказать вам, с наступающим новым годом. Арктика! Арктика! И вот однажды, что произошло. Дом света представления. Сын окончил институт. Говорит он, направление в Арктик уголь, мне дают. Удивилась мама, ах ты. В Арктику! Чему ж ты рад? Я направлен не на шахту. Я в треск направлен, в аппарат. Сын ушёл. Меня в дорогу собирает, сказал сутя. Мама дома бьёт тревогу. Надо выручить дитя. Мальчик едет в Арктик уголь. Так полгода длится ночь. Каждый день поросли в юг. Надо мальчику помочь. И решила мама тут же. Не поедет он. К тому же с другом друга замминистра отдыхал на её минуту. Объясняет папа и мама популярно, что к чему. И советует упрямо позвонить только сейчас тому другу друга. Замминистра. Больше ждать, скажи, не в мочи. Ты скажи, что очень быстро надо мальчику помочь. Он тебя-то помнит, слабо. Хоть шутил над нами рок. Ты сходи к нему. Хотя бы пусть направит на восток. Только чтоб не ватте углы. Ведь я весьма угрю. И сдохнув, решила мама. Надо ехать прямо в пункт. Там шутил шар и мелко. Свитер тёплый и не таху. И электрическую грелку. И ботинки на верху. Очень тёплые ботинки. Продавцу сказав мерси. Мама. Тут же все новинки. Погрузила на такси. Дома сын. Ещё с порога. Не закрыт, как надо идти. Не ловит он тоном строго. Говорит она. Принерь. Хоть этот ботинк жмёт немного. Но ушанка слава богу. Самый раз. По голове. А зачем мне всё? В дорогу. Арктик умер в Москве. Как в Москве? Вот это дома. Объяснил мне, как ухтарь. На улице Росковой, 28. На порог ходит папа. Крикну сходу. А тружка сейчас иду. Поздравляю с перевода. На восток. В Караганду. На крайний маленький замок. Где на сену впервые меня вышел. Где волнуюсь, что уранку стоял. Я безборно вестеть перебудал. Я стопнулся у всех на минуту. Только брат, печатал, мужчина. Добрый слитый в девятом ряду. Добрый слитый в девятом ряду. Но таким же, как крепкий остался. Голд из литых девятом. И волнуюсь я с первого слова. Как с этой счет не привык. И в начале контрольная слова. Кто не голод, по ногу, по дыбе, смеет. И можно все запросить подставить. Но в колене киселью в саду. Только как же я с вами расстался. Добрый слитый в девятом ряду. Добрый слитый в девятом ряду. Десят, двадцатый в девятом ряду. Добрый слитый в девятом ряду. Добрый слитый в девяду. Крошу в девятом ряду. Добрый слитый в девятом ряду. ПОДПИСАЕТСЯ Расскажем Расскажем Сердце у меня О том, какие-то были люди, О том, какие-то были ночи Издалека, как синий и плохой ночи, Всю жизнь запрещала в своем хранице. От прежних чувств остался от них спокойный, светлый, Живут волны, склоны, виды, Что поет вселенный сон, Но вредом стало от них спокойным. И все, что хочу, странный человек, Сберечь, как есть, любви своей усталости, Сгрянуть еще на все, что там осталось, И не прощаться с вами целый день.